Итак, всем привет! Я вам приветствую вас с Никитой, и сегодня мы расскажем о нокаут чемпионате Феникса, о том, как он будет проходить и зачем мы его проходим. Давай, Никит. Да, во-первых, я думаю, стоит начать с того, что он начинается 3 августа, то есть уже совсем скоро, и он будет являться, так сказать, одним из этапов отбора на матч с чемпионом Феникса, а также на турнир претендентов. А ты стал переключен? Попытаюсь. Ну вот, собственно, отборочный цикл, вкратце. Я думаю, практически даже без наших комментариев здесь все достаточно понятно. Турнир претендентов, так же, как и в цикле Фиде, у него будет участвовать 8 человек. Победитель турнира претендентов выйдет на матч со мной, который состоится, мы так надеемся, что ближе к концу осени, к началу зимы. А для того, чтобы попасть в турнир претендентов, это не так легко, для этого есть два пути. Либо нужно попасть в двойку, то есть попасть в финал предстоящего совсем скоро нокаут турнира. Единственный нюанс, что, если так получится, что чемпион Феникса попадает в топ-2, тогда победитель матча за третье место тоже выходит напрямую в турнир претендентов. Да, я старался всем силами отговорить чемпиона Феникса, участвовать в нокаут турнире, но он очень любит шахмат. Да, не удалось. Не удалось. Не удалось, Петру, отговорить меня. Да, еще 6 человек выходят из Кубка Феникса. Если кто с нами недавно, то проясним, что Кубок Феникса это длинная серия турниров. Швейцарок. Швейцарок, да, наподобие серии Гран-при, которая организует ФД за исключением того, что там это не швейцарки, а круговики. Но суть похожа. Да, поехали дальше. Ну, вот вкратце регламент. Опять же, я не думаю, что мы здесь можем сделать больше, чем просто его зачитать. И эту обязанность я предоставляю Пете. Контроль времени 3 минуты плюс 1 секунда после каждого хода. Играется 4 партии. Если они заканчиваются после этих четрохватий, в счет ничей не играется еще 2 партии. И так пока не выявится победитель. В финале матча 3-е место играется из 8 партии. Это много, но этого стоит. Но Желебевка, подробнее, когда все запишутся, выйдет Желебевка, о ней расскажет Артем Капустин. Да, потому что он. Нарисовал несколько великолепных программ, которые все сделают. Желебевка существует согласно рейтингу Феникса. Если у вас нет, но есть рейтинфидей, то, наверное, тоже учатся. И, скажем, об онлайн-комментировании. Мы гарантируем, начиная с полуфинала, но если вы очень сильно уговорите кого-то из комментаторов, то, я думаю, это не исключено. Он тоже может прокомментировать любой ваш матч. Петя, вот меня сейчас заинтересовал один момент. Что будет, если в топ-4 будут только комментаторы? Ни одного свободного не останется. Ну, комментаторов больше, чем 4. Хорошо, я согласен. И можно приступать. К тому же у нас много очень комментаторов не из администрации. Которые явно не захотят ничем заниматься. Ну, это уже нюансы, поэтому переходим к следующему слайду. Который выглядит довольно забавно. К сожалению, про него вынужден говорить и я. В общем, дело в том, что, как, в общем-то, достаточно очевидно, я думаю, кубок, то есть, вообще не кубок Феникса, а нокаут турнир будет проходить в, скажем так, более медленном формате, чем все остальные турниры. Срок у нас будет играть, ну, либо 32, либо, может быть, даже 64 человека, если очень повезет. То на каждой, на то, чтобы сыграть все эти 4 или в случае с финалом матча на третьем место 8 партий, будет отводиться 3 дня. И для того, чтобы не получить техническое поражение, нужно выполнять, собственно, все шаги, которые указаны на этом слайде. Для начала, когда вы видите жеребевку, которая будет вывешиваться в группе, так же, как и сетка всего нокаута, после этого вы должны списаться с соперником ВКонтакте и договориться с ним. Когда эта ступень пройдена, к, собственно, посту с жеребьевкой с сеткой, надо будет оставить комментарий, в котором вы указываете предположительное время игры, о котором вы договорились с соперником. После этого либо судья, либо вы сами создаете беседку на трех человек, в которой будет, собственно, вы и ваш соперник, а также один из судей, а судья в дальнейшем скажет Петя. Как я уже говорил, на игру отводится три дня. В том случае, если матч не состоялся, требуется от того участника, который не виноват, потому что матч не состоялся, от него требуется скинуть либо скриншот диалога с соперником, либо какое-то другое догадательство, что, собственно, он здесь ни при чем, и он был готов играть. В случае форкс-мажорных обстоятельств может даваться отсрочка в один день, но никак не больше. Да, мы еще по судью не сказали, что судья, он еще будет смотреть эти партии, которые вы будете играть, будет наблюдать за вашим матчем. Да. И следить за тем, чтобы никто не использовал программы. Ну, да, он может включить программу и пробивать первую линию. Но мы думаем, что на митре не будет откроется с программой. Да, и в том случае, если три дня и один день от срочки прошли и матч не сыгран, то тому, по чьей вине, собственно, матч не состоялся, ему засчитывается техническое поражение. Ну, администраторы спорят, решают, кто прав, кто виноват. Большинство смотрят уже, большинство не вердей принимают. Да, техническое поражение со счетом 4-0. Счет, конечно, не влияет, абсолютно не влияет на сетку, но тем не менее. Ну, и, соответственно, то, кто выигрывает матч, проходит дальше. Про краш ездит домой. Да. То есть, переходит со стула на диван, или, не знаю. Шахматы планетным, не песком. Да. В моем случае. Ну, вот. Собственно... Ну, вам нужно будет оставить свою заявку в соответствующей теме. Да. Ничего особенного писать не нужно. Имя, фамилию, рейтинг, фидея, разряд. Вот. Собственно, и все. Мы решили упростить подачу заявки. Если у вас есть какие-то вопросы, то, как вы можете прочитать, задавайте их. Да, задавайте любые вопросы. Мы уверены, что мы не совсем хорошо объяснили. Но мы старались. Да. Еще раз напоминаю, что нокаут-турнир начинается 3-го августа, и подавайте заявку. Завидите друзей, давайте сделаем большой нокаут. Мы будем стараться, чтобы турнир вам запомнился. Делайте репосты, зовите друзей. Если вы думаете, играть или не играть, обязательно играйте. Потому что, как известно, подтвердит Дмитрий Андрейкин, Руслан Косунжан, Александр Харикман и прочие нокаут-чемпионы. То, что может выиграть любой. Если у вас есть 2700, то у вас есть шансы победить. Нет, действительно, Андрейкин 40-й номер. Так что 40-й номер нашего рейтинга, это шахматисты 200-300 на планете, например. Да, только загвоздка в том, что Андрейкин не выиграл его. Но это уже нюанс. Да, но он прошел турнир президента. И прославился на весь мир, и получил приглашение в супер-турниры. И все это вас ожидает, если вы сможете... Опять у меня началась карьера. Он хотел вообще завершать. А тут, ладно, все. Да. Так что все возможно. Все, все, спасибо. Да? Да, да.